А вы в курсе, что курение кальяна не так безопасно, как это может показаться некоторым на первый взгляд? Есть мнение, что при курении кальяна 1 час человек вдыхает в 100 или даже 200 раз больше дыма, чем при выкуривании одной сигареты. А при длительном сеансе, например, в 45 минут, курильщик вдыхает столько угарного газа, сколько он бы получил при выкуривании целой пачки сигарет. Так ли это? Попытаемся разобраться сегодня. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня в нашей программе мы поговорим о борьбе с курением и о том, какие методы предлагают в наших, в том числе, медицинских учреждениях, чтобы расстаться с этой вредной привычкой. И гость нашей студии – доктор медицинских наук, врач-методист Центра медицинской профилактики города Сочи Галина Брюханова. Галина Дмитриевна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам. Ну, в Сочи в 2010 году была подписана Хартия «Сочи – город без табака». Чуть позже, в 2013 году, был принят и федеральный закон, который значительно ограничил места, где можно курить и где можно продавать сигареты. Вот как это, по-вашему, отразилось на статистике по курению в нашем городе? Есть ли вообще статистика по уменьшению или увеличению количества курильщиков? Ну, что касается общей тенденции в отношении курения в Сочи, то, конечно, она идет на снижение. И это видят все жители города и гости города. Мы видим, что у нас значительно сократилось количество людей, которые открыто курят на улицах, на пляжах. Если раньше это было нормой, то сейчас это уже не вызывает такого одобрения со стороны окружающих. Кроме того, вы видите, что на детских площадках появилось очень много деток. И родители уже сами, те родители, которые отвечают за здоровье своих детей, те родители, которые заботятся о том, чтобы у них детки росли здоровыми, эти родители тоже стараются не курить на виду у детей. Это тоже очень важно. С другой стороны, если мы возьмем глобальную статистику по стране, если мы возьмем глобальную статистику в мире, то, к сожалению, регистрируется рост склонности к табакокурению. И если мы сейчас не встречаем на улицах Сочи людей с сигаретами, или встречаем их значительно реже, то, к сожалению, увеличилось количество людей, которые пользуются электронными сигаретами или предпочитают табакокурение в виде кальяна. Таким образом, табачные компании, собственно говоря, меняют свою тактику в отношении населения. Если в 70-е годы у нас была проблема жестких сигарет, то те, кто производит табачные изделия, пошли навстречу потребителю, смягчили их за счет добавления ментола, некоторых других ингредиентов. Нужно сказать, что менее вредными они не стали, но, тем не менее, изменились просто их ощущения при употреблении табака. Поэтому большее количество людей стало приверженцами этой вредной привычки. Ну а сейчас, в связи с тем, что активно продвигается рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, производители табака тоже идут на всевозможные ухищрения и меняют свои традиционные линейки производства табака на новые. Это электронные сигареты, это табак для кальянов. Ну вот о вреде курения, конечно, сказано уже очень многое. Но в интернете, допустим, можно найти массу статей о пользе курения. Сейчас есть и такие. И авторы таких статей приводят даже, на их взгляд, очень убедительные аргументы. Я озвучу некоторые из них. Утверждают авторы статей, что курение – это возможность снять стресс, курение усиливает метаболизм, а значит, с сигаретой в руках проще худеть. Ведь курение уменьшает риск развития раковых опухолей у женщин. Ну и еще ряд примеров очень много. Вы согласны с ними? Есть ли польза в курении? Зачем вообще пишутся такие статины в ваш взгляд? Что касается медицинского взгляда на эту проблему, то она хорошо известна. И многолетними исследованиями, конечно, подтвержден вред курения. Если говорить о том, что снижается количество раковых заболеваний, то это совершенно не так. Количество раковых заболеваний у тех, кто курит, значительно увеличено. И на сегодняшний день каждые 6 секунд в мире умирает человек от болезней, связанных с табакокурением. Это не обязательно может быть даже рак. Это может быть инсульт, это может быть инфаркт. Это целая группа болезней, которые являются следствием неумеренного курения. Кроме того, если мы будем говорить о том, что сигарета снимает стресс, ну почему мы тогда не пользуемся более здоровыми методами, такими как фитнес, такими как плавание, такими как, например, всевозможные благотворительные акции. Там высадите деревья, и у вас адреналина столько при этом уйдет, и физическая усталость вам даст возможность расслабиться и уйти от каких-то психологических стрессов. Кроме того, если сейчас вспомнить статистику Всемирной организации здравоохранения, то она очень серьезно и говорит о том, что в странах с низким и средним уровнем достатка, это развивающиеся страны, все больше увеличивается склонность к альянам. И если такими темпами будет идти прирост табакокурения в виде кальянов, использования кальянов, то к 30-му году у нас будет 7-8 миллионов смертей ежегодно, при том, что сейчас у нас 4 или немножечко выше миллиона смертей в мире. Нужно сказать, что среди тех, кто болен раком легкого, до 90% это те люди, которые употребляют табак в виде любого способа курения. Поэтому, конечно, с этим невозможно согласиться. Какие-то первоначальные исследования были проведены в отношении никотина, он может стимулировать деятельность организма человека буквально в течение нескольких секунд. Все, что касается дальнейшего влияния никотина, это, конечно, безусловный вред. Это снижение памяти, это снижение интеллектуальной активности. Это все равно дальнейшие последствия, очень тяжелые для организма человека. Говорят, что пассивное курение гораздо даже хуже влияет на организм человека, нежели активно. Это так? Это так. Считается, что пассивное курение больше вред наносит организму человека, во-первых, потому что он психологически не подготовлен к тому, что он будет курить. Если курильщик берет в руки сигарету, и организм уже настраивается на стресс, то человек, который присутствует при этом, таких вот предварительных действий никаких же не делает, он может случайно попасть в помещение, где очень сильно накурено, или, допустим, при нем начинается какая-то деловая беседа, и люди начинают курить. Как правило, организм человека, который не курит, но вынужден находиться в этом помещении, более остро реагирует на дым сигаретный, потому что в большей степени регистрируется заболевание, в большей степени человек испытывает головную боль, недомогание. Его организм не подготовлен, еще раз говорю, вот некоторыми такими ритуальными действиями достать сигарету, зажечь ее к тому, что будет возможен стресс. Это резкое воздействие, да, это действительно так. Ну и потом в качестве пассивных курильщиков чаще всего выступают женщины и, к сожалению, дети. А организм женский и детский в большей степени подвержен влиянию негативному всех веществ, которые содержатся в сигаретном дыме. Это ведь не только никотин, там и бенспирен, который вызывает рак. Это в последние, вот с 70-х годов производители табака стали добавлять в сигареты небольшое количество аммиака. Ну, вроде бы для того, чтобы смягчить горькое ощущение во рту при курении. Но однако аммиак способствует более легкому проникновению никотина в головной мозг. И это действительно очень серьезная проблема. А дым от электронных сигарет, вреден ли он окружающим? И многие утверждают, что это и легкий способ бросить курить. Электронная сигарета и альтернатива обычному табаку. Вот как влияет электронная сигарета на курильщика и на окружающих его людей? Потому что электронные сигареты курят в помещениях, везде в торговых центрах, в кинотеатрах. Всюду можно встретить людей, которые курят электронные сигареты. Ну, нужно сказать, что электронные сигареты – это не альтернативно табаку. Это тот же самый вид курения. Вернее, другой, но это вид курения. Нужно сказать, что когда исследовали статистику, кто же производит электронные сигареты, то оказалось, что львиные доли производителей – это те же самые компании, которые выпускают табачные изделия. И Всемирная организация здравоохранения специально в ближайшие годы выпустила исследование по эффективности или, наоборот, низкой эффективности электронных сигарет. Было установлено, что электронные сигареты не являются альтернативой курению. Это первое. И электронные сигареты не могут считаться методом, с помощью которого человек может бросить курить. Проблема сейчас существует в чем? Производители не сертифицируют свою продукцию электронные сигареты. Она не стандартизирована. И поэтому о том, что там меньше содержится никотина, знает только производитель. По сути дела, они нигде никогда не проверяются. Сколько там на самом деле содержится никотина – большой-большой вопрос. И уже были замечены ситуации, когда человек, выкуривающий электронную сигарету, чувствовал себя даже хуже, чем после обычной сигареты. Были зафиксированы у некоторых производителей более высокие уровни содержания никотина в электронной сигарете, чем в обычной сигарете. И на сегодняшний день это очень серьезная проблема. И Всемирная организация здравоохранения уже вплотную подходит к тому, чтобы ввести регулирование табака по этому направлению, по направлению электронных сигарет. А выдыхаемый дым или так называемый пар от этих сигарет? Он тоже содержит вредные вещества. Может быть, в меньшем количестве. Но дело в том, что очень часто сам состав дыма является ноу-хау производителя. И какие там еще дополнительно вводятся вещества, как они реагируют с никотином, как они в дальнейшем влияют на организм человека, вопрос еще остается открытым. Понятно, что вредно, но в какой степени это вред организму наносится, вопрос остается открытым, поскольку широкомасштабные исследования только начаты. И вот когда появится статистика, мы будем уже серьезно говорить о том, что электронные сигареты нужно ставить под такой же контроль, как и все направления по производству табака. Ведь Всемирная Организация Здравоохранения, ведь посмотрите, рамочная конвенция называется так по борьбе с табаком. Не с конкретным видом курения, а с табаком вообще. Это значит снижение производства табака, это защита потребителей, это разъяснение о вреде курения, это защита в первую очередь мало защищенных людей, таких как дети, подростки, как женщины, ну и пассивные курильщики, которые вынуждены иногда находиться на куреном помещении. Ну и вы уже затронули сегодня проблему курения кальянов. В городе, в том числе в городе Сочи, много очень кальянных предлагают курить всем, курят даже те, кто не страдает вредной привычкой в виде курения обычных сигарет. Насколько вреден или не вреден кальян? Какую угрозу он может нести? Ну вот еще раз хочется подчеркнуть тот факт, что производители табачных изделий просто сменили ассортиментную линейку. И если сейчас сигареты стали пользоваться меньшим спросом, то вот Всемирная организация здравоохранения, еще раз повторюсь, говорит о том, что нарастает количество потребителей табака, которые употребляют его вот в кальянах. Считается, что кальян серьезно очищает дым от табака, и, по крайней мере, так считают те, кто его часто использует. На самом деле это далеко не так. Ведь жидкость, через которую пропускается дым, способна где-то на 40% задерживать вредные вещества. Но при этом, если сигарета выкуривается 5 минут, то одной заправки кальяной хватает, в зависимости от того, сколько человек пользуется, это, допустим, минимум полчаса, а так обычно полтора часа. Таким образом, вы просто ту же самую дозу, вернее, даже не ту же самую дозу. Получается, что через кальян человек получает в сотни раз больше вредных веществ за счет более длительной процедуры курения. Вот это очень серьезная проблема. Вот я приведу пример, что при сеансе длительностью 45 минут курильщик потребляет больше угарного газа, чем при выкуривании пачки сыгрей. Да, и вот проблема в том, как раз содержится, что угарного газа в кальяне однозначно содержится значительно больше. Идет отравление головного мозга. Не зря люди, которые первый раз пробуют кальян, очень часто потом испытывают головные боли. Ну, там несколько меньше содержатся смолы, то, что задерживается жидкостью, но при этом такие тяжелые металлы, как хром, как кадмий, как мышьяк, содержатся в ничуть не меньшей дозе. А при этом, если мы увеличиваем время употребления кальяна по сравнению с сигаретой, то мы, получается, тяжелыми металлами в значительно большей степени нагружаем свой организм. А тяжелые металлы – это и поражение нервной системы, поражение центральной нервной системы головного мозга, это и пролог к раковым заболеваниям, к онкологии. Это очень серьезные ситуации. На сегодняшний день каждая десятая смерть в мире связана с табакокурением. Это очень серьезная проблема. Кроме того, производители табака для кальянов сейчас стараются расширить клиентскую группу за счет того, что кальян употребляют даже те люди, которые резко негативно относятся к сигаретам. Это и девушки, это могут быть подростки, которые впервые пробуют кальян в приятной компании. Кроме того, атмосфера кальянных – это же мягкие диваны, тихая музыка. И это притупляет бдительность, скажем так, тех, кто там присутствует. И люди думают о том, что раз уж такие условия создаются, значит, курение этого вида менее вредно. На самом деле это, конечно, не так. Это, конечно, не так, потому что считается, что за один сеанс кальяна человек выкуривает пачку сигарет. Но за полтора часа выкурить пачку сигарет обычному курильщику невозможно. Именно за счет вот такой тяжелой нагрузки и вредны кальяны. Ну как вам кажется, почему тогда так мало говорят об этом вокруг? О вреде обычных сигарет мы говорим много, а о вреде кальянов, мне кажется, может быть, какой-то ликбез нужно провести? Кальян, да, конечно. Мы студентам в Сочинском государственном университете, у нас есть специальные занятия, которые посвящены этому. И мы по программе «Культура здорового образа жизни» очень много внимания уделяем здоровью будущего поколения. Потому что если человек до 25 лет начинает задумываться о своем здоровье и вести образ жизни правильно, то он продлевает свою жизнь как минимум на 25 лет. Это, в общем, очень неплохо, потому что это как раз будет трудоспособный такой возраст, активный. Но что касается кальяна, то эта проблема появилась не так давно. И, вы знаете, всегда же идет очень агрессивная реклама, очень идет агрессивное продвижение. Ну и прививается молодежи способ общения именно вот в таком стиле. К новым вариантам разработок табачных компаний медицина не всегда бывает готова. И поэтому, когда мы видим, что уже распространяется в обществе, употребление кальяна очень резко, вот тогда мы начинаем реагировать. К сожалению, это иногда бывает запаздывающая такая ситуация с медицинскими знаниями. Кроме того, я хотела сказать еще о том, что ведь сигарета – это, в общем, индивидуальное всегда употребление, чаще всего. Но кальян, даже несмотря на сменные мундштуки, все равно может нести риск заражения туберкулезом. Это на сегодняшний день одна из самых серьезных проблем современности, поскольку возбудитель туберкулеза устойчив ко многим антибиотикам. И риск заражения как раз вот такой формой туберкулеза никто не может исключить. А это проблема на долгие-долгие годы. Поэтому прежде чем применять вот такой метод расслабления или времяпрепровождения, нужно очень хорошо взвесить, нужно ли это человеку. В жизни так много прекрасного и так много возможностей. Конечно, город стал спортивным. Посмотрите, я сейчас с удовольствием смотрю, когда появилось очень много велосипедных дорожек, сегвеи. Но очень много сейчас возможностей провести время хорошо, на свежем воздухе и снять стресс. Используя для здоровья самое главное. Ну и сейчас позвольте мне привести небольшую цитату заместителя губернатора Краснодарского края Николая Далуды. Он председатель антинаркотической комиссии края. И в ее ходе, в ходе заседания антинаркотической комиссии обсуждаются методы борьбы в регионе с наркотиками, алкоголем и табакокурением. И я процитирую вице-губернатора. Вот он говорит, «Я не устану повторять, что сигарета – это полшага от спайса. И незнание молодых людей о последствиях может привести к трагедии. Поэтому еще одна задача антинаркотической комиссии в рамках профилактики – это информирование о вреде табака, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. И еще одна подобная цитата, что курение – это входные ворота к употреблению новых видов синтетических наркотиков». Вы согласны с таким? Да, я согласна. Потому что считается, что при курении, особенно при использовании кальяна, риск возникновения зависимости значительно больше даже, чем при употреблении сигарет. Потому что там как раз нету вот таких неприятных ощущений. Добавляются всевозможные ароматические вещества, снижается уровень настороженности потребителя табака. И считается, что на 60% быстрее развивается привыкание. Кроме того, ведь мы никогда не можем знать, кто именно производит эти табаки для кальяна и какой действительно их состав. Там могут быть и вещества, которые усиливают зависимость человека от курения. Это очень важная проблема на самом деле. Давайте теперь поговорим о самых эффективных, на Ваш взгляд, методах борьбы с курением. И электронных сигарет, и кальянов, и обыкновенного табака. И какие предлагают сегодня методы борьбы с этой вредной привычкой Центр медицинской профилактики, врачом-методистом которого Вы являетесь? Нужно сказать, что самое эффективное средство – это самостоятельно бросить курить. И самостоятельно переключиться на какой-то другой вид проведения досуга. Это очень важно. Главное – решимость человека. И вот если у человека есть решимость, но не хватает возможностей самостоятельно справиться с этой проблемой, то как раз все свои резервы подключают и Центр медицинской профилактики. Вот на улице Чайковского, 6, есть кабинет по борьбе с курением. Вы туда можете обратиться. Там очень опытный специалист, который сможет Вам помочь индивидуально. Дело в том, что, Вы понимаете, таких широких рекомендаций много на самом деле. Но индивидуально каждому человеку может помочь только специалист. И вот в этом кабинете, если человек обратится, это абсолютно бесплатно. В любое свободное время может человек туда подойти, и ему окажут всевозможную помощь и поддержку. Ну и сейчас я предлагаю более подробно познакомиться с методом борьбы с курением, который предлагает Центр медицинской профилактики. Это аппарат электропунктуры, лечение курения, избавление от курения методом электропунктуры. Ну, воздействие оказываем через аурекулярные точки на определенные, так сказать, зоны. При воздействии на эти точки начинают эти зоны активно работать, и выделяется никотин. В норме организм вырабатывает никотин, но когда человек начинает курить, то избыток никотина, поступающий в организм, и организм перестает вырабатывать собственный никотин, никотинную кислоту. А мы проводим лечение. Перед тем, как провести лечение, в 16-18 часов не курит курящий. За это время никотин выходит из организма, и мы, так сказать, вот воздействие оказываем на определенные зоны, которые начинают вырабатывать собственное никотин. Так, и занимается зависимость. Мужчины обычно 2-4 сеанса. 2-4 сеанса. Женщины в два раза больше. От 4 до 7-8 сеансов. А с чем это связано? Женский организм, так он уже устроен, что если он взял, он свое очень трудно дает. Поэтому очень трудно лечить курящих, трудно лечить пьющих, алкоголиков, наркоманов. Женщины очень сложно. Аппаратом я, в общем-то, занимаюсь 16, более 30 лет. Избавлено, так, примерно более 5 тысяч за это время. Эффект дает пределы 90%. Но прежде всего, когда приходит на лечение, так, спрашиваем у него, так, готовлю он избавиться от курения. Человек должен осознать эту необходимость. Вот. Ну и тогда, это самое, торговое с лечением. Только в таком случае человек должен быть практически, в общем-то, готов. Помощь будет оказана обязательно. До введения запрета на курение в общественных местах было очень сложно. Во-первых, найти такого специалиста. Во-вторых, было сложно самому человеку избавиться от этой привычки. Благодаря тому, что общество становится более осознательным, обществу нравится тот вид города, который сейчас сформировался. Те многочисленные мероприятия, которые здесь проводятся, это помогает уйти от своих проблем, которые привели к курению. И вот кабинет профилактики и борьбы с курением сейчас, в общем-то, очень эффективно используются молодежью. И, кроме того, Центр медицинской профилактики проводит диспансеризацию детей, как раз студентов. И они очень активно посещают этот кабинет. Ну и в завершении нашей программы несколько советов нашим телезрителям. Что нужно в первую очередь сделать, чтобы бросить курить? И как не встать на этот путь, для того, чтобы потом не бороться с привычкой с вредной? Ну, для того, чтобы бросить курить, нужна решимость человека. И я уверяю вас, что ни ваша карьера от этого не пострадает, ни ваш имидж от этого не пострадает. Наоборот, все будут относиться к вам с уважением. Они поймут, что вы человек силы, что вы человек своего слова, и что вы человек целеустремленный. И если вы его дали, это слово, то вы его держите. Это серьезно усилит ваш имидж как решительного, делового, волевого человека. Что касается вопросов профилактики курения для тех, кто еще не начал курить, то в этом отношении, конечно, нужно стремиться использовать все возможности, которые сейчас предоставляет город своим жителям и гостям, для того, чтобы вести активный и здоровый образ жизни. Ну и, наконец, посмотрите, сейчас ведь очень много стран, в том числе и наше государство на этикетках пачек размещает фотографии с тяжелейшими последствиями курения. Я думаю, что вот этот визуальный ряд заставит кого угодно отвернуться от курения. И на самом деле такие, конечно, есть уже примеры. Да, и не стоит думать, что тебя лично это не коснется, то, что можно увидеть на этой картинке. Галина Дмитриевна, спасибо большое, что стали гостем нашей студии. Спасибо за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня была доктор медицинских наук, врач-методист Центра медицинской профилактики города Сочи Галина Брюханова. Спасибо большое. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Сочи Галина Брюханова.